Они молоды, наивны и полны сил. Они мечтают стать медиками, юристами, педагогами, менеджерами. Но здесь и сейчас они выпускники. Из родных школьных стен выпорхнули без малого 1200 учеников. Ребята прошли непростой, кропотливый путь длиною в 11 лет. Хотела бы сказать спасибо маме за то, что она прошла со мной этот тяжелый путь все эти 11 лет. Мне сегодня достаточно грустно расставаться со своим колледжем, со своими одноклассниками, одногруппниками. Просто расставаться с учителями, которые много в меня вложили. Бессонные ночи и трепет в такой волнительный и насыщенный на события день школьники при параде. Кружевные фартуки, белоснежные банты, выглаженные рубашки и счастливые лица – главный атрибут праздника. С самого утра молодежь выстраивается на торжественную линейку в школах. Родители не сдерживают слез. Ребенок превратился во взрослого человека. Сегодня заканчивается детство и начинается взрослая жизнь. Для меня в 11 лет были и счастья, и трудности. Но это, наверное, самые лучшие года, которые мой ребенок провел в школе. Сразу после школьных мероприятий детей ждут на городском празднике «Последний звонок». Пока все собираются на площади Победы, ребята оттачивают номера. Мама, мама, не кричи, хватит плакать, не смей. Последний звонок и выпускные вечера в Беларуси посвящены Году мира и Созидания. Вначале – совместное исполнение гимна. Славься, Терми, наше светлое имя! Славься, народов, Кратенский союз! После – дань памяти и уважения людям, которые подарили мирное небо. Школьники возлагают цветы коллег-героев и танку Бахарова. Дальше в программе – поздравления от творческих коллективов города. Здесь согреет нас доброе слово. Свои заслуженные награды здесь получают одаренные дети, их родители и педагоги. Выпускница средней школы номер 27 имени Веры Захаровных оружий. И, конечно, ставший уже традиционным школьный вальс. В продолжение особого дня все школы выстраиваются в праздничную колонну. Гордые и веселые выпускники идут по центральным улицам. Самая крутая! Гимназия вторая! Следующая точка – площадь Ленина. Здесь тоже целая программа. Одиннадцатиклассников встречает весь город. 25 мая 2023-го в памяти этих ребят останется навсегда. Это радостный и в то же время грустный праздник практически для каждой семьи. Праздничный день! Радостное настроение! Я детям уже сказала. Они у меня самые любимые, самые замечательные. Но расслабляться рано. Впереди еще много работы. Выпускники уже ощутили на себе новшество вступительной кампании. Абитуриенты сдали два централизованных экзамена. Впереди – тестирование по одному предмету и вступительная кампания. Нам есть чем гордиться. Среди наших учащихся основными достижениями этого года стали победы в заключительном этапе республиканской олимпиады, это победа в исследовательской деятельности, это многочисленные победы в спортивных соревнованиях. Сюрпризы на этом не заканчиваются. Рука об руку, как и все 11 лет учебы, дети, родители и педагоги встают в один ряд и праздничным флешмобом в очередной раз доказывают – успех – это работа команды. К мечте можно приблизиться, только если рядом есть поддержка, уважение, труд и любовь со всех сторон. Кристина Риянца, Дмитрий Шевцов, Максим Галеонко, Бобруйск-360.